Канал «Игромании» Что-то фразы в заставках давно не менялись. А подпишитесь, и мы придумаем новые. Думаешь, управлять танком скучно? Как бы не так! Собери свою собственную машину, комбинируя десятки пушек и корпусов. Побеждай и покажи всем, на что способен. «Танки Икс» — да будет жесть! «Игромания» представляет «Итоги недели» — программу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие 7 дней. Смотрите в этом выпуске. Закончилась выставка «Игромир-2016». Анонсировано «Вестлэнд 3» — «Бианд Гуден Ивл 2» — где-то не за горами. Джей Джей Абрамс обещает экранизацию «Портал». Обо всём этом и о многом другом уже через несколько секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 29 сентября по 2 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве прошла крупнейшая в России выставка интерактивных развлечений «Игромир-2016». Ивент посетили крупнейшие игроки индустрии — Activision, Capcom, 2K Games и многие другие. Компания CD Projekt Red даже устроила на «Игромире» турнир по ожидаемой карточной игре «Гвинт», в котором приняли участие звёзды YouTube — Стас Давыдов и Useless Mouth. В рамках «Игромира» уже в третий раз прошёл фестиваль гик-культуры Comic-Con Russia. На нём было представлено множество уникальных материалов и знаменитых гостей. В выставку посетили актёр Себастьян Роше, знакомый всем поклонникам сверхъестественного и дневников вампира, Майкл Кудлиц из каста «Ходячих мертвецов», а также Натан Филлион, звезда «Светлячка» и «Касла». Не отставала и игромания. В течение трёх дней наша команда вела стрим прямиком из гуще событий. Мы ходили по выставке с камерами и приглашали интересных гостей к себе в студию, чтобы попытать их насущными вопросами. У нас в гостях побывали Свен Винке, создатель Divinity Original Sin 2, Тони Уоткинс, глава российского представительства Electronic Arts, генеральный продюсер серии Tekken Кацухиру Харада, один из ключевых разработчиков For Honor Люк Дюшей, директор Watch Dogs 2 Дэнни Беланже, руководитель издательского подразделения Epic Games в Восточной Европе Сергей Галёнкин и многие-многие другие. Компанию разработчикам составляли блогеры Руслан Усачёв, Денис Бейсовский, VJ Hobbit, Pixel Devil и, опять-таки, Стас Давыдов. Последнего мы, кстати, успели записать в штат игромании в качестве заместителя динозаврового директора, а следующий выпуск This is Хорошо будет записываться в нашей игроманской студии. Наконец, для игромании кино мы пообщались с Фёдором Бондарчуком, расспросили о его новом фильме «Притяжение», а заодно разузнали, играет ли он в игры и что думает об игровых экранизациях. Всё, что мы успели наснимать и натворить на Игромире, уже появилось в записи на наших YouTube и Twitch каналах. Чуть позже избранные моменты мы нарежем для канала Игромания вживую, а все прочие материалы и впечатления с выставки ищите в специальном разделе на сайте Игромания.ру. Ну а теперь к другим новостям. Поклонникам серии Wasteland не придётся ждать ещё 25 лет, чтобы получить новую игру, как это было со второй частью. Брайан Фарго и InXile Entertainment анонсировали Wasteland 3 — продолжение истории отважных рейнджеров-пустоши, которые пытаются поддерживать порядок в погибающем мире. Проект выйдет как на персональных компьютерах, так и на актуальных консолях. Вот только когда именно — пока неизвестно. Как и в прошлый раз, разработчики будут делать игру на народные средства. 5-го числа стартует компания на краудфандинговой площадке FIG. Просят Фарго и компания 2 миллиона и 750 тысяч долларов. Это в три раза больше той суммы, что они запрашивали на создание Wasteland 2, но всё же меньше конечного результата прошлой компании. В общем, ставки возросли. Действие новой части будет происходить не в привычном пустынном антураже, а среди снегов штата Колорадо. Сюжет вертится вокруг последнего выжившего рейнджера отряда «Команда Ноябрь». Ему предстоит спасать свою шкуру в землях, где опасность представляют не только бандиты и мутанты, но ещё и суровые погодные условия. В игру обещают добавить транспорт и кооперативный режим с асинхронным мультиплеером. Это значит, что играть можно будет как одновременно, так и в отсутствии напарника. Когда второй игрок включится в процесс после перерыва, ему придётся иметь дело с последствиями действий первого. В общем, фанаты, готовьтесь расчехлять кошельки и набирайтесь терпения. В игровой прессе начали активно ходить слухи о сиквеле, который даже ещё не анонсировали. Как сообщает пара авторитетных изданий, Destiny 2 будет существенно отличаться от первой части и даже выйдет на персональных компьютерах. Журналисты ссылаются на анонимные источники из числа работников Activision. Те утверждают, что компания твёрдо намерена не просто расширить популярный ММО-боевик и нагрузить его новым контентом, а переделать с нуля. Это означает, что в Destiny 2, или как там её потом назовут, будут совершенно другие герои, другие планеты и другая история. От старых персонажей игрокам придётся отказаться. Однако Activision намерена поощрить какими-нибудь бонусами тех, кто вложил в прокачку своего бойца немало времени и сил. Планеты собираются сделать разнообразнее и заполнить их всяческими городами, поселениями и интересными объектами, вокруг которых будут строиться квесты. На данный момент над продолжением Destiny трудится весь личный состав Bungie, а помогают им в студии High Moon и Vicarious Visions. Как сообщают источники, PC среди платформ обязательно будет. Именно из-за этого якобы и затеяли все глобальные перемены. Ждать сиквела следует никак не раньше конца следующего года. Знаменитый гейм-дизайнер Мишель Ансель на прошлой неделе всколыхнул интернет, выложив в свой Инстаграм пару артов, которые явно намекают на продолжение культовой Beyond Good and Evil. Первая картинка заглавлена так. Где-то в системе 4. Спасибо Ubisoft, что сделали это возможным. Фанаты тут же сделали вывод, что милый поросёнок на плече у мастера это совсем ещё маленький пейдж, а сам мастер никто иной, как отец Джейд, главной героиней первой части. Второе изображение подписано следующим образом. Готов к битве. День независимости Ubisoft. Дело в том, что картинка была выложена накануне очень важной встречи высшего руководства, компании, в ходе которой решилась бы её дальнейшая судьба. И, как сообщает пресса, исход оказался более-менее оптимистичным. Что же до самой Beyond Good and Evil 2? То факт её существования давно не является секретом. Ив Геймо ещё на последней Е3 заявил, что Ансель трудится над игрой, но, к сожалению, никто не знает, когда она будет готова. Параллельно геймдизайнер занимается проектом Wild. Но самое главное, что возвращение отважной журналистки и колоритного свина всё-таки состоится. Студия DICE раскрыла, наконец, детали сюжетной кампании Battlefield 1. Описание истории появилось на официальном сайте игры. Как выяснилось, в Battlefield 1 будет не один, а целых пять главных героев. Каждый из них будет принимать участие в сражениях, в разных частях света и в составе разных армий. Это сделано для того, чтобы игрок прочувствовал масштаб происходящих событий, а также для того, чтобы избежать неправдоподобности. Ведь, согласитесь, довольно абсурдно, когда все самые захватывающие события вертятся вокруг одного единственного солдата. Вот что говорится в официальном релизе. В ранних играх Battlefield история рассказывалась от лица одного героя. Камера редко уходила вбок. Но в Battlefield 1 мы решили, что нам мало просто сказать игроку «Герой этого и есть». Хотелось сильных персонажей. Можно было вставить видеоролики. Они рассказали бы о персонаже больше, чем игра от первого лица. Мы хотели, чтобы игрок видел и чувствовал, через что проходят персонажи, а не просто понимал это головой. Мы выиграли не только в связности повествования, но и в эмоциональном воздействии. В игре будет пять сюжетных линий, так называемых военных историй, каждый из которых будет разворачиваться в разных местах и даже, возможно, в разные периоды. Так, глава под названием «Сквозь кровь и грязь» расскажет о завершающем этапе Великой войны, а в центре повествования будет юный танкист. А в истории «Ничто не предрешено» вам предстоит взять на себя роль воина-бедуина и повстречаться с легендарным Лоуренсом Аравийским. Напомним, что Battlefield 1 поступит в продажу 21 октября. Джей Джей Абрамс, чье имя еще долго будет ассоциироваться у всех со «Звездными войнами» и «Звездным же путем», в своем недавнем интервью поделился информацией касательно совершенно другого фильма. По словам режиссера и продюсера, фанатам в скором времени следует ожидать анонса экранизации диалоги «Портал». Абрамс заявил, что у него и его команды на следующей неделе состоится встреча с Valve, и он настроен очень оптимистично и предвидит скорый анонс. Напомним, что ранее в этом году Джей Джей уже говорил, что работа над фильмами по «Халф-Лайф» и «Портал» ведется, но никаких подробностей с тех пор не поступало. Журналисты спросили, будут ли фильмы продолжать или пересказывать сюжет игр. На этот вопрос Абрамс не ответил, но заверил публику, что над проектами работают самые подходящие для этого люди. Он сказал так. «У нас были действительно интересные беседы со сценаристами. Знаете, когда работаешь над фильмом или сериалом почему-то культовым, начинаешь искать настоящих фанатов, в данном случае тех, кто любит играть в «Халф-Лайф» и «Портал». Это удивительно, когда общаешься с кем-то, а он все просто схватывает на лету, и ты такой, «Господи, да это же семечко того самого невероятного дерева, которое ты собрался выращивать». По слухам, экшен-моба «Бэтлборн» станет условно бесплатной. «Герс оф Вор 4» уже стала доступна для предварительной загрузки в «Хбокс Ван». «Юбисофт» купила компанию «Кетчап», которая занимается разработкой мобильных приложений. Шутер «Пеладинс», очень похожий на «Овервотч», выйдет на обеих актуальных консолях. В «Стардью Вэлли» появилась возможность развестись. В новом трейлере «Снайпер Гоуст Вориор 3» показали открытый мир. Ну и пока делался этот выпуск новостей, пришли свежие данные с киберспортивного фронта. Команда «Альбус Нокс Луна», за которой мы следим особенно пристально, уступила южнокорейской «Рокс Тайгерс» в рамках групповой стадии чемпионата мира по «Лигу Ф Леджендс». Несмотря на проигрыш нашей команды, матч получился настолько зрелищным, что организаторы турнира даже собрали в отдельном ролике подборку самых запоминающихся моментов из этой игры. Зато уже в следующем матче команда обыграла американскую пятерку Counter-Logic Gaming. Таким образом, после третьего игрового дня «Анокс» вышла на чистое второе место в группе «А». LG представляет серию Ultra Wide. Мониторы с соотношением сторон 21 на 9 для профессиональной работы с графикой и продвинутых игр. Узнать подробности вы можете прямо сейчас. Кажется, одна из многих детских фантазий в скором времени может стать реальностью. На краудфандинговом сервисе IndieGoGo начался сбор денег на производство SuperSuit, первой в мире носимой игровой платформы. Не переносимой, а именно что носимой. SuperSuit представляет собой комплект из жилета SuperVest, перчатки SuperGlove и модуля SuperBot. Все вместе эти устройства позволяют владельцам играть в реальности без всяких шлемов и очков. Происходить это будет точно так же, как в «Казаках» и «Разбойниках», только вместо самодельных пистолетов высокотехнологичные перчатки, а каждое попадание фиксируется. Модуль же можно использовать в качестве трофея, за которым все гоняются, или же устанавливать как ловушку. А еще будут разные режимы стрельбы, энергетические щиты и ультра-атаки. Все как в видеоиграх, только на свежем воздухе. Заряда устройства должно хватать на 4 часа. Сейчас разработчикам требуется 110 тысяч долларов на завершение работ. Если все получится, то комплект из двух костюмов можно будет приобрести уже в мае следующего года за 300 долларов. А вот другая мечта детства, а у кого-то и юношество, вряд ли осуществится в ближайшем будущем. Продолжение любимого многими Сталкера – игра желанная и недостижимая в той же степени, что и Half-Life 3. Но энтузиасты не сдаются. Их любовь к франшизе про Чернобыль слишком сильна. Так российская команда Infinite Art прямо сейчас работает над глобальной модификацией, которая добавит в оригинальный Сталкер мультиплеер. Проект носит название Ray of Hope, то есть луч надежды. Символично и довольно иронично, если учесть, что действие игры разворачивается на территории отравленной радиацией. По словам создателей, игроки смогут пройти путь от новичка до ветерана, получая доступ к новому оружию и броне. Также можно будет решить, как именно изучать зону – в команде с друзьями, прикрывающими спины друг друга, либо в одиночку, считая каждый патрон и постоянно озираясь по сторонам. Но в остальном это практически все тот же Сталкер, что и почти 10 лет назад. Сейчас Ray of Hope проходит через второй этап закрытого бета-тестирования. Пожелаем разработчикам удачи! Многие из нас в глубине души боятся, что Терминатор Джеймса Кэмерона окажется не просто фильмом детства, но и страшным пророчеством. И, несмотря на этот страх, мы продолжаем обучать искусственный интеллект все новым фокусом. Так, двое студентов Университета Карнеги Меллан в Питтсбурге научили бота эффективно убивать людей. К счастью, только в мультиплеере первого Дум. Бот с ироничным именем Арнольд способен одолеть в дезматче абсолютно любого противника. Как показывает практика, человеку с ним не справиться. Бот выстроен по той же схеме, что позволило Дипмайнду от Гугл играть в Атари, но тут уже речь идет о трехмерном пространстве, что является несомненным прогрессом. В отличие от обычных ботов, Арнольд не использует данные, недоступные рядовому игроку. Создатели заставили его выстраивать действия, исходя только из того, что происходит на экране. Кстати, учится программа с феноменальной скоростью. Бот Mar.io, созданный в прошлом году, потратил сутки на то, чтобы понять, как пройти несложный уровень Супер Марио Ворлд. Арнольду же потребовалось только 50 часов, чтобы освоить Дум. Нам, как биологическому виду, остается только надеяться, что свои навыки он не будет применять нигде, кроме компьютерных игр. Всегда нужно идти к своей цели и не стесняться себя и своих желаний. Хочешь быть косплеером? Будь им! Даже если у тебя нет денег на качественное обмундирование, навыков или знакомых мастеров, чтобы изготовить его, да и на любимого героя ты похож чуть меньше, чем жираф на Хоббита, все это не важно, главное энтузиазм. На канале ZedGuyYouKnow вышло прекрасное видео, в котором наглядно продемонстрировано, как с косплеить персонажей Overwatch, используя буквально первое, что попалось под руку. Отличный пример для подражания. Может, ваш образ и не будет самым проработанным на следующем игромире, но уж точно станет самым запоминающимся. А напоследок нам бы хотелось показать вам кадры из потрясающего анимационного трибюта великому Индиане Джонсу. Его можно принять за опенинг к несуществующему мультсериалу, который многие с удовольствием бы посмотрели. Патрик Шонмейкер и восемь его единомышленников рисовали эту работу пять лет, но результат того несомненно стоил. Отличный косплей по Undertale. Какая неожиданность, эмулятор Nintendo 64 для Xbox One удалили. Отличные игрушки Twilight Princess. Когда художник одинаково любит аниме One Piece и Overwatch. DJ Z выпустил стильный клип в поддержку чемпионата мира по League of Legends. Детство Брюса Уэйна было куда более жутким, чем все думали. Опытные мимы в Home Front. Вот как на самом деле выглядит тело в силовой броне. Этот дроид прочнее, чем кажется. И на войне есть место прекрасному. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее. 120 движков теселяции. Вот как. А у меня тут всего 116. Да, вот шагнул вперед наука. Куда же я теперь со своей теселяцией не в магазин сходить, не к бабе подъехать? Вот мне бы, конечно. Еще раз думать, какой-то кошмар. КОНЕЦ